Надо сказать, что мы в России чувствовали помощь Китая. Китай сразу передал нам штаммы бактерий, штаммы вирусов. И это позволило очень быстро, быстрее, чем во многих других странах в России, наладить контроль за больными, выявление больных значительно быстрее. Это нам помогло и лучше справляться с ситуацией. Во-вторых, Китай действительно является мировой фабрикой. И страной, которая может очень быстро переходить на массовое производство необходимых вещей. И поэтому помощь на первом этапе в поставках масок, в поставках жидкостей для дезинфекции, они тоже очень помогли и нам, и многим другим странам. И я думаю, все благодарны Китаю за это. Здесь я бы сказал так, что если у России есть большие заделы именно по синтезированию вакцин, созданию вакцин, в том числе за счет того, что Россия уже боролась с вирусными инфекциями в Африке достаточно успешно, то у Китая, например, есть огромные возможности для их массового производства. То, чего зачастую не хватает в России, будем говорить прямо. И мне кажется, все-таки нам тоже надо начинать совместные действия. Плохо, если еще и мы начнем конкурировать друг с другом, в конце концов. Продолжение следует...